Сербо-хорватский язык. Или хорватско-сербский язык. Или боснийско-хорватско-сербский язык. Или боснийско-хорватско-черногорско-сербский язык. Это славянский язык, а если быть точнее, южнославянский язык, на различных вариантах которого говорят около 20 миллионов человек в западной части Балканского полуострова. Но на вариантах этого языка говорят не только на Балканах. Например, в Италии, в области Мулизы, есть три селения, где живут потомки хорватов, искавших спасение от турецкого нашествия в 15 и 16 веках. Их язык, безусловно, сильно изменился под влиянием итальянского, но все-таки он еще может считаться частью славянской языковой группы. Итальянцы называют его «злаву молизану», хорваты «молишки хорватский», а сами носители молиско-славянского называют его просто «наш язык». Кстати, также порой называют свой язык и многие жители республик бывшей Югославии, просто чтобы ненароком никого не обидеть. А обидеть кого-нибудь тут очень просто. Классификация. Итак, в сербо-хорватском языке обычно выделяют три наречия, названия которых отражают наиболее часто используемый вариант местоимения, соответствующего русскому слову «что». На чакавском наречии, где «что» — это чаще всего «ча», говорят на Адриатическом побережье. На кайкавском наречии, где «что» — это чаще всего «кай», говорят на севере Хорватии, и оно обнаруживает очень много сходств со славянским языком. Ну и, наконец, есть штакавское наречие, где «что» — это «что» или «шта». И именно на этом наречии базируются литературные нормы сербского, хорватского, боснийского и черногорского языков. Таким образом, получается, что человек, владеющий литературным хорватским, при попытке понять носителя литературного сербского, будет испытывать меньше проблем, чем при попытке понять носителя, например, кайкавского наречия, живущего на территории Хорватии недалеко от Загреба. Но вернемся к классификации, потому что тут еще есть о чем поговорить. Ну и последний важный критерий для классификации — это письменность. В хорватском языке используется только латиница, в боснийском и черногорском — и кириллица, и латиница, а в сербском в официальном делопроизводстве используется только кириллица, но во всех остальных случаях можно писать как хочешь. Поэтому в СМИ и в интернете пишут в основном на латинице. Фух. Ну а теперь давайте разберемся, как мы дошли до такой жизни. История. На самом деле жизнь на западе Балкан всегда была такая. Пестрая. В средние века тексты на сербо-хорватском писали, используя глаголицу, кириллицу, боснийскую кириллицу или босанчицу и аребицу, то есть немного дополненное арабское письмо. Писали много и писали по-разному. К 19 веку уже существовали обособленные литературные традиции в Хорватии, Сербии и Боснии. И тогда сербские и большинство хорватских писателей и лингвистов взялись за стандартизацию языка, принимая штукавское наречие в качестве основы для общего стандарта. Сербский лингвист Вук Стефанович Караджич разработал сербский вариант кириллицы, названный в его честь Вуковицей. В то же время хорватский поэт, публицист и лингвист Людовит Гай вывел единое правописание из семи различных правописаний, существовавших на тот момент на территории Хорватии. Созданный им алфавит называется Гаевица. Подход, согласно которому у хорватов и сербов один язык, господствовал до Второй мировой войны, когда в Хорватии усташи, которых поддерживали Третий рейх и Королевство Италии, попытались внедрить в хорватский язык неологизмы и сделать его максимально непохожим на сербский. Потом война кончилась, неологизмы не прижились, но осадок-то остался. Языковое объединение остановилось в 1967 году, когда представители хорватской интеллигенции отказались закончить общий с сербами словарь литературного и народного языка и подписали декларацию, в которой требовали равноправия четырех языков Югославии – славянского, македонского, сербского и хорватского. Ну а потом был распад Югославии. Литературные стандарты начали разбегаться в разные стороны. В хорватском языке развернулась активная борьба против заимствований. В боснийском, наоборот, на первый план вышли заимствования из турецкого или просто такие варианты слов, которые звучат ближе к турецкому оригиналу. Насчет сербского языка особенно суетиться не стали. Просто сказали, что официальное дело производства должно идти на кириллицы. Ну а в 2006 году независимость получила Черногория и по уже сложившейся традиции объявила официальным языком Черногорский. Но вот только с литературной традицией у них все не очень здорово, так как самые заметные черногорские писатели считали себя сербами. Да и отличие от других языков им тяжелее набрать. Вот решили ввести три новых буквы для обозначения звуков Щ, Ж и Ц, но пока это не переживается. Однако процент людей, указывающих в перепись в качестве родного языка Черногорский, все же растет. Фонетика и орфография. Три из четырех литературных стандартов сербо-хорватского языка дают возможность выбора между двумя алфавитами. При этом между буквами алфавитов существует взаимно однозначное соответствие, что позволяет с легкостью переводить текст с кириллицы на латиницу и обратно. А хорваты хоть сейчас используют только латиницу, но до 19 века они вполне могли и религиозные тексты на глаголице читать. В Уковице и Гаевице есть несколько примечательных букв. Это дж как в слове джемпер, это дж как в слове джаву. Также различаются твердое ч и мягкое ч. Читать легко, потому что в орфографии используется принцип «Пище као, что говоришь, а читай као, что я написано». Но должен же здесь быть подвох? Должен быть. Есть подвох. В сербо-хорватском на письме не обозначаются ни долгота гласных, ни тоническое ударение. Итак, для ударных гласных есть четыре варианта. Долгий восходящий – лава. Короткий восходящий – вода. Долгий нисходящий – солнце. И короткий нисходящий – пьесма. Сейчас большинство носителей не различает короткий восходящий и короткий нисходящий варианты, но различия по долготе могут оказаться важными. Есть, например, это слово, значение которого в русском невозможно понять по произношению, а в сербо-хорватском хорошо слышно, что это – лук или лук. Грамматика. Есть две формы будущего времени. В одной берется будущее время глагола «быть» и причастие прошедшего времени в соответствии с родом подлежащего. Он будет радю. Она будет радила. Она будет радила. Для образования еще одной возможной формы будущего времени используют усеченную форму глагола «хтеты». Хочу, чу, плясачу. Надо только отметить, что в хорватском «чу» будет писаться отдельно, а вот в сербске отличается тем, что там все реже употребляется инфинитив. Если в хорватском будет «хочу доесты», то в сербском будет «хочу доедем». А еще русское местоимение «они» переводится на сербо-хорватский тремя разными способами. «Они» – для существительных мужского рода или для группы мужчин и женщин. «Оны» – для существительных женского рода. И «она» – для среднего рода. Немного сложно, но зато никаких неоднозначностей. Лексика. Ну куда же мы с вами без ложных друзей-переводчика? Как можно пройти мимо того, что «понус» – это гордость, «вредность» – это ценность, «окуча» – это дом? Так что не спешите набрасываться с кулаками на того, кто спрашивает у вас «дали я эту твою кучу?» Самые сильные отличия между хорватским и сербским именно в лексике. В хорватском больше калек, чем заимствование. Например, хорватскому слову «ногомет» соответствует сербский «футбол», а хорватскому дословному переводу названия Нидерландов «низоземска» соответствует довольно неточная, однако официальная сербская «холандия». Особенно хорошо различия между вариантами видны, когда дело касается названий месяцев в году. В сербском они восходят к латыни, а в хорватском остались славянские названия. Но дело не только в заимствованиях. То, что сербу позоришьте, то хорвату казоришьте. Все эти различия не влияют на взаимопонимание, просто в одном литературном стандарте предпочтительным является один вариант, а в другом – другой. Тут как в американском и британском английском, если американец говорит британцу слово «movie», британец понимает, что речь идет о том, что он называет словом «film». Просто в сербо-хорватском различий между стандартами немного больше, но ведь в этом тоже есть определенный интерес. Так что учите сербо-хорватский. Научите сербско-хорватский язык.